В эфире момент истины в студии Андрей Караулов. Все меньше и меньше по всей стране становится товаров, которые можно разрешается продавать на улицах, в киосках, в ларьках, в подземных переходах и так далее. Во-первых, все время арендаторам урезают ассортимент. Что можно продавать, что нельзя? Совершенно верно, что можно, что нельзя. Теперь нельзя продавать все, что горит. Газета горит, книга горит, журнал горит. До этого пока, слава богу, не дошло, пока газеты и журналы можно, но спиртосодержащей парфюмерии уже нельзя, духи уже нельзя, нельзя уже аэрозоли, потому что они могут взорваться, спички. А где теперь спички можно купить? И зажигалки и спички в переходе на улицу вы уже не сможете приобрести. Как? Мне спички нужны, прикурить нечего. Для этого вам придется идти в какой-то магазин. А почему в магазин-то можно? В магазин, если спичка загорелась, быстрее сгорит, чем на улице. Вот это хороший вопрос. Почему там можно, а здесь нельзя? Загадка теперь. В магазинах можно продавать спички, а где еще? На улицах нельзя. В подземных переходах нельзя. Ну вот для меня это вообще непонятная вещь. А прикуривать можно на улице? Вот зажечь прямо спичку или скоро тоже будет запрещено? Это скоро будет запрещено. Это очень серьезная проблема. У нас в стране вообще не понимают, что конкуренция это основной двигатель экономики. Вот магазин становится монополистом. Ну конечно, конечно. И цену будет поднимать. Посмотри, это же уже неоднократная кампания, когда уничтожают палатки, ларьки, потом новые ставят. Но кроме того, что это бесконечный передел ларечников, это же уменьшает конкурентную среду. А ответ-то какой у чиновников? Нельзя, потому что нельзя. То есть без объяснения причины? Конечно. Нам просто спускают распоряжение в ультимативной форме, в которой написано... Печенье, зажигалки нельзя. Печенье, конфеты, сухофрукты нельзя без промоупаковки. Здесь скажут, что мы боимся, что они могут быть грязные, зараженные и так далее. Курага в упаковке промышленной не доедет. Во всем мире, во всех городах крупных Европы развалы фруктов. Там нет нигде промышленной упаковки, потому что овощи, фрукты должны дышать. Они обычно в коробках лежат. В коробках деревянных, конечно, не промышленная упаковка. Их в развес продают. Да, это серьезный такой сложный товар, который вот так и выживает. То есть у нас будет в наших крупных городах, это по всей стране такая... Батя, я прошу прощения. То есть у нас будет так, как нигде в Европе. Говорят, вот надо город цивилизовать. Ну хорошо, давайте тогда стимулировать развитие розничной торговли. А это цивилизованный город, если зажигалку купить нельзя? Мне кажется, не очень. В настоящее время тысячи малых предпринимателей находятся в подвешенном состоянии. У нас нет нормального долгосрочного договора. И такая же ситуация в Петербурге, в Новосибирске, везде. Примерно похожа. Нам продлевают разрешение раз в два месяца. Мы каждые два месяца вынуждены ходить к чиновникам с просьбой позволить нам продолжать. Мелкий предприниматель каждые два месяца? Каждые два месяца. Не раз в год, как требуют руководители, а... Каждые два месяца, да. Это надо очередь отстоять, попасть на прием. Сдать документы, ждать. Везде по стране декларируется. Принцип одного окна. Чтобы ускорить получение документов на бизнес. А по факту? Причем, более того, когда Дмитрий Анатольевич был президентом, был принят закон, что малому бизнесу можно на льготной основе, без проведения конкурса, продлить договорные отношения до 2015 года. Есть такой федеральный закон. Позволяющий продлевать? Позволяющий, да. А по факту каждые два месяца? Ничего не выполняется. Как вот я, продавец, для своих сухофруктов, привезенных из Армении, и там участника купленных? У Крестьянина. Где я найду промышленную упаковку? Ну, у меня такое впечатление, что тот, кто диктует условия торговли, в том числе, уличные, он сам ходит исключительно в сетевые магазины. И поэтому он там видит красивые упаковочки сухофруктов, и даже не догадывается, что в подсобке этого магазина или где-нибудь у дистрибьютора берут коробки и упаковывают их в красивые упаковочки. Для сетевых магазинов. Может, какой-то один центр, или, может быть, это дистрибьюторский центр этой сети. Но это так. Я показал один человек мастерскую на Рублевке, это так она называется, мастерская, где кильку в бочках солят для знаменитых рублевских ресторанов. Кто солит, корейцы. Дешевая же рабочая сила. Ну, конечно. Кильку в бочках. Говорят, ногами ее туда вот в бочке. Ну, и точно так же грибы, и точно так же капусту специально. Мастерская по изготовлению кильки. Ничего. Промышленная упаковка повысит цену. Добавочная стоимость возникает. Нет, это естественно. Это естественно. То есть платим же мы, потребители. Тут страдаем мы, и страдают сельхозтоваропроизводители наши. Эта тема больная вообще для нас как никакая. Это отсутствие нормальной товаропроводящей конкурентной внутри себя сети. Это огромное количество мелкой палаточной или непалаточной торговли. Мы же с ней все время боремся. Леонид, когда момент истины, не так давно сказал, что в наших сетевых магазинах яблоко русского не купить. Наши яблоки по содержанию белорусских активных веществ гораздо лучше, чем зарубежные. Они по 25 обработок проводят. Само яблоко, оно хороший товарный вид имеет. Но дальше вот упаковка. Вот эта вещь, конечно, мы отстаем. Курские яблоки какие-то. И подмосковные сейчас у нас выращиваются. Как ни упаковывай, все равно товар имеет лицо. Почему же? Вопрос остался. Супермаркет берет с удовольствием турецкое яблоко, но не подмосковное. А вы посмотрите, а кто хозяин этого супермаркета? Там есть российский хоть один. Все зарублено, все связано. Там турецкие граждане, да. Кто хозяин? То есть вы считаете, что владельцы разных сетевых магазинов из Турции, в частности, поддерживают прежде всего своего турецкого производителя? Совершенно верно. Именно владельцы сетевых магазинов поддерживают свою страну, но не родители. Турецкие яблоки, пожалуйста. Где Турция, где Москва. А вот наши, рязанские. Это возникает не от того, что владелец турок или какой-нибудь другой иностранец. Это возникает от того, что сетевые магазины потребляют партии большие, которые с трудом набираются, потому что нет системы сбора. А вот мелкие магазинчики совершенно спокойно могут работать с нашими же мелкими производителями. А их нет, их убивают, им не дают покупать. Идет полномерное наступление бюрократии на рынок. Рынок потихоньку затухает. Какая цель у бюрократии? Но какая цель у чиновников? Как у любой бюрократии цель оправдать свое существование, все заорганизовать. Вот такими запретами? Вот такими запретами. А прикуривать, еще раз спрошу, на улицах можно пока? Пока еще на улицах. Вот зажигать спичку, продавать? Уже нельзя. А прикуривать можно еще? Пока еще можно, да. Но налог на печные трубы скоро могут тоже ввести уже. Говорят, что у нас маленькая аренда. Арендная плата? Да, арендная плата. Ее надо поднять в 5-10 раз. А переходы эти часто ремонтируются, как полагается? Наверное, лет так 40. Проводка электрическая? Лет 40 не менялась? Да, где-то так. В большинстве подземных переходов по 40 лет ничего не делалось? Мало чего делалось. Не обновлялся? Нет. Вот сейчас у нас арендная плата такая же, как и в офисах в центре города. В подземном переходе за место, для киоска, такая же аренда, как и в офисе? Практически такая. Это Краснодар, Воронеж, Москва, практически все центральные города страны. Везде похожая картина. Только в офисах есть еще свет. Ее хотят поднимать, эту плату? Вот если они хотят выдавить торговлю, то, наверное, они идут в правильном направлении. Если торговля в пересуходных переходах не нужна, ее, как и НЭП, можно удавить. Нам продлевают разрешение раз в два месяца. Еще раз, такая картина. Сегодня практически по всей стране. И сколько же, мой вопрос, дней или недель каждый месяц уходит на получение, продление, разрешение? Одна неделя где-то. Целую неделю нужно ходить по чиновникам, бумажку получить, продление? Да, продлить. Мы собираем эти разрешения, везем, сдаем. А вы жаловаться пытались на это безобразие? Это безобразие называется? Пытались. Писали письма. И что? Как говорится, русская поговорка, и авосы ныне там. Ну вот удивительно, что вот как-то наверху префектуры, округов, они достаточно нормально относятся. То есть чем выше власть, тем реакция быстрее, лучше, честнее. Быстрее, лучше, да. А внизу болото. У нас какое-то, да. На самом деле, стационарных объектов в торговле, их правда достаточно для того, чтобы удовлетворить все потребности. Но на улице продажа фруктов всегда чуть-чуть дешевле, как и на рынке, чем в магазине. Понимаете, вот что касается именно кураги и сухофруктов, очень часто бывает некачественный товар, когда я открываю упаковку. А то промышленная упаковка спасает нас от подделки. Я полностью с вами согласен. Поэтому должны быть развалы по сухофруктам. Сам товар такой. Как во всем мире. Нищенко сейчас запретил везти сухофрукты из Узбекистана. Да, и когда мы приезжаем к Домодедам, мы увидим вереницы корзинок и коробок, которые отбивают у узбеков и у таджиков, и куда они потом пропадают, это большой вопрос. Вот, вот именно. Куда девается этот товар? Где его сжигают? Сжигают ли, да. То есть все эти запреты ничего по большому счету не дают? Это все эфемерно. Это все очень эфемерно. Конечно, эфемерно. А трава может скрываться под любой упаковкой промышленной в том числе. А сейчас новые примеры некоторых решений наших чиновников. Таких решений, от которых, ей-богу, волосы становятся дыбом. То там, то здесь появляются палатки и развалы фруктов, которые абсолютно нигде не зарегистрированы. Причем особенно, добавлю, в маленьких, небольших городах Подмосковья, Ленинградская область, Новгородская область, райцентры. Это курируют управы. Это официальное кураторство? Нет, это параллельный бизнес. Параллельный бизнес. То есть без налогов, без всего. Без налогов, чисто офшор. Но за взяточку, предполагаю, и чиновники. Стоит шаурма, без всякого разрешения, здесь цветочный магазин, здесь молоко привозят, непонятно на каком основании торгуют. И даже сигареты, извините меня, я иногда встречаю палатки, затихаренные так в домах стоят, между прочим. Ты кто? А тебе какое дело? Контрабанда из Югославии. А потом я узнаю, что торговый отдел управы безумной любви слились вот с этими палаточками, и ты попробуй их выгони оттуда. Поэтому вот проблема, когда Собянин пришел в город, его появление запомнилось тем, что он быстро все снес, в одночасье. Но в близлежащих городах к Москве, и не только к Москве. И потом я узнаю, завтра будет проверка в городе. Эти палатки все в одночасье пропадают, а потом, когда проверки проходят, они опять появляются, и опять 25. Вот этого не должно быть в принципе. Это параллельный бизнес, который вообще подрывает идею конкуренции. У редкого чиновника нет своего бизнеса. Так, конечно. Кого-то прикрывает, где-то родственники. Это такая форма. Слезняться перестали. Жень, когда Сергей Семенович в Москву пришел, конечно, удивления его не было предел. Но и действительно, опять возникают все эти павильончики с шаурмой, нигде не зарегистрированы. Все прикрыты. Не просто прикрыты. Когда проверка, мы слышим, они мгновенно сворачиваются. Проверка закончилась, оп-па, как грибы после дождя опять. Мне когда-то Юрий Михайлович Чурбанов рассказывал, он известен как зять Брежнева, но он был еще и на минуточку первым заместителем министра внутренних дел. Когда они, милиционеры, в 80-каком-то году в Пушкинском районе цеховиков брали, подпольные цеха. Плащи Болонии производили эти цеха. Ну, по итальянскому варианту, ну, подделка. Не только за ночь все цеха были снесены, но на месте цехов ночью клумбы разбили, и к утру уже цветы росли. А как? Вот эта традиция, прятать к концу воду мгновенно, она жива в России. Это слабость государства российского с 91-го года. Да и не только российского, и украинского, и всех наших. То конкретно можно сделать сейчас. А сколько? Можно же, да, чтобы не было странных таких, вот мягко говоря, странных решений, спички не продавать в переходах и так далее. А вы знаете, почему в России малого бизнеса 15%, в Китае 55%, в Европе 50%. Вот потому. Палки в колеса, и каждые два месяца и снова регистрируешься. Ну, и даже вот на местном рынке, здесь неподалеку, вы российских яблок, вот местного производства не найдете. Почему? Молдавские, украинские, ну, потому что у нас отсутствует нормальная конкурентная рыночная инфраструктура. Это душит людей, которые входят в магазин и душит таким образом, что мы сегодня уже переплачиваем практически за все виды продовольствия. Вы посмотрите в наши цены и сравните с ценами за рубежом. То есть раньше на улицах можно было купить, это хоть как-то спасало? Ну да. А сейчас, говорит, промышленная упаковка, пожалуйста, или не продавай. У нас сейчас Тверская, это бутик, варисовый. Вот если раньше были маленькие, уютненькие магазинчики, то сейчас их не осталось. И похожая ситуация, центр Петербурга, улица Красная в Краснодаре, центральная улица крупных городов. Только дорогой товар. Только дорогой товар, бутик сделали. Дорогие магазины, соответственно. А жители куда-нибудь деваться-то. А вот булочные вернулись на Тверскую? Да, Елисеевскую. И все. То есть хлеба купить жителям в центре? Нет, невозможно. Это сознательная установка с 91-го года, подчеркиваю, типа российской экономики. Россия должна добывать только нефть, газ, все остальное должно быть только в меру обслуживания этого главного сектора в плане мирового разделения труда. Или все проще. Просто кто-то хочет заработать. Я о чиновниках. Ну, само-само и хотят заработать. Вытесняйте, кто сегодня место освобождается. Корова всегда хочет кушать. Ну, организовывать для коровы место, где бы она кушала, сколько было коров, это и есть государственное управление. То, что чиновники и вообще люди хотят заработать, это их природа. Ты знаешь, мы летом, в момент истины, рассказали, трогательную, я считаю, историю о маме и сыне. Мама госпожа Федотова, проректор государственной академии. Мама ученый, проректор. Идеолог некой фирмы, СМАО. Оценка земли и оценка основных фондов наших предприятий перед продажей, возможно, и банкротства. Понятно. И так далее, и так далее, и так далее. Участие в госконкурсе. Оценка такая вещь, что при желании можно нарисовать любую цифру. Конечно, занизить так, что... Пока мы не видим, чтобы люди, которые получают с этого материальную выгоду, реально бы боялись... Так вот, мама, аккуратно говорю, идеолог этой организации, мое предположение, она хозяйка. Понятно, да. А сын спроси, кто? Заместитель директора департамента инновационного развития Минэкономразвития. Предполагали журналисты, что сын заказывает, а мама и ее сотрудники проводят оценку. Выходит наша передача. Проверка вмешательства министра. Нового министра. И господин Федотов покидает свой пост. Мгновенная реакция. Мгновенная. Человек был уволен. Да. Значит, время меняется. Меняется. Ну, во-первых, там министр... Я не помню, конечно. Решительный, блестящий экономист. Если такая реакция будет... Мгновенная. ...вскрытие таких родственных связей, они сплошь и рядом, в общем-то, имеют место быть практически... Время меняется, тогда почему же... То же хорошо. А здесь-то, когда мы говорим о спичках, я все о своем одеючий. Ну, подождите, подождите. Министр может уволить сотрудника министерства. Но люди работают по правилам. А эти правила устанавливает система. Система такова, что в ней отсутствует здравый смысл. Система. Все, о чем мы говорим, система ларьки, где нельзя продавать спички. И подпольная шаурма, которую можно продавать, пока нет проверки. Подпольная шаурма, без всякого разрешения. В свое время Екатерина Вторая созвела такой термин «законобесие». Замечательная совершенно термин. Законобесие. Законобесие. Пройдите по Лондону, по ночному. На каждой улице светится киоск. В каждом киоске забит овощами и фруктами. Сидит, кстати говоря, индус. И это наладило отношения между коренными лондонцами и приезжими индусами. Потому что коренные лондонцы благодарны им. Они как бы они любуют. Англичанина не заставишь сидеть в киоске ночью работать. Да, но и плюс им благодарны англичане, потому что он вышел из дома, купил и пошел назад. Удобно. У нас вышел, темнота, и все боятся человека привлечь к нормальной работе. Вот я понять не могу. С одной стороны, действительно, стоит только журналистам сказать что-то вызывающее, мгновенная реакция личного министра, вновь назначенного. Я Беловусы. Вы знаете, Олег Никитович, как Олимпстрой попал с землями в Сочи? Строительство Олимпиады. Произошла оценка в несколько раз выше реальной стоимости. Государство, вроде как, по этому вердикту выкупает землю, чтобы построить стадион. Совершенно верно. Но механизм этой завышенной оценки – оценщик, который ставит свою подпись на завышенной стоимости. Они были оценены. Господин Андрей Валерьевич Датских, оценщик, получил очень серьезный срок. Уголовное наказание он в лагере сегодня. Андрей Валерьевич Датских. Но положительное заключение, как сейчас выясняется, по сочинским землям, подписывала некая госпожа Усова, Юлия Владимировна, генеральный директор СМАУ. А кто есть Усова? Правильно. Супруга господина Владислава Федотова, немедленно покинувшую после нашей программы, через месяц, Минэкономразвитие. Но в интернете сразу, о какая бумага, покажите крупно, пожалуйста. Важно. Владислав Федотов не покидал Минэко. Вчера на форуме появилось письмо, подписанное директором департамента управления делами Абрамцева. Письмо содержало два сообщения. Первое касалось проверки деятельности Федотова. Второе об увольнении Федотова с поста зам директора департамента. Письмо было составлено так, что многие оценщики посчитали, что увольнение Владислава Евгеньевича связано с проверками его деятельности. После момента истины. Как они себя именуют? Империя консалтинга. Оценщики, это империя, по просьбам читателей, связалась с Владиславом Федотовым, он сказал, что он в отпуске и так далее, и так далее. Он был уволен, прошу пометить, приказом от 24 июля номер 1804-L. А почему такая паника? А как же, если уволили, заказов не будет? Ну, конечно. У госпожи Усовой, чей сотрудник пошел, хотя она визировала документы. Мое предположение по Сочи в тюрьму. Да еще и уволили сына. А как же мама? Во главе, а вдруг она, мое предположение, без работы останется паникой в интернете. Империя консалтинга. Ничего? Хорошее слово, паника. Вот когда мы лет пять назад разговаривали по этим вопросам, мы говорили, что катастрофа была, вообще никто ни на что не реагировал. Но сейчас-то время изменилось. Вы делаете, что хотите. Время-то меняется. Паника действительно. Как важно, что оказывается, чиновник, который уволен, не покидал Минэку. Им важно это для бизнеса. Еще раз, а вдруг заказов не будет после увольнения? Я радуюсь слову паника. Почему же тогда на макро мы можем уровни навести порядок, наводим, а на микроспички? У нас, давайте честно скажем, гражданином страны полноправно может называть себя, ну, может быть, процентов 20 населения, понимаете? И это трагедия, да? А с другой стороны, это и надежда, потому что остальные, это тот потенциал, который... Когда же он созреет? Не быстро. Мы ждали пять лет после того, как началась паника. Давайте подождем еще немножечко. Слушайте, если я иду по улице и вижу, как колоречек шаурмой на моих глазах разворачивается. Вот давайте в этом направлении шуровать потихонечку. Давайте рассказывать людям, что они не стадо баранов при одном пастухе. Что каждый из нас, если скажет слово, эта система... Когда мы моменты... ...система затрясется. Рассказали, кто сменил Никиту Михалкова. Еще одна наша старая тема. На посту председателя общественного совета наших вооруженных сил. Вы смеетесь, господин Игорь Коротченко, уволенный из армии по... Как помягче сказать, очень плохой статье. Казалось бы, на подобную должность Министерства обороны определиться с таким кадровым решением, что это был человек, известный всей стране. Но когда на должность председателя общественного совета выдвигают человека, которому незаконно присвоено воинское звание полковник, В 1994 году этот человек был уволен из вооруженных сил по дискредитирующей статье. Вот такой у нас был сюжет. Еще раз. Игорь Коротченко становится после Никиты Сергеевича Михалкова во главе общественного совета всех наших вооруженных сил. Члены общественного совета обратились ко мне. Покажите нам приказ. Мы не верим. Мы не верим в эти факты. Мы не верим, получается, представлению главного военного прокурора страны. Покажите нам приказ, по которому Коротченко увольняли по позорной статье из армии. Я нашел этот приказ. Господа члены общественного совета. Вот он. Прошу внимательно посмотреть. Да, статья 49, часть 2, пункт Г. В связи с несоответствием требованиям, установленным с законом для военнослужащих подполковника Коротченко, уволить в запас. Основание. Покажите крупно, пожалуйста. Офицер не соответствует должности по морально-психологическим качествам. То есть это самая дискредитирующая статья, которая только могла быть в тот период времени. Он не может продолжать воинскую службу вооруженных сил. Заключение администрационной комиссии 992 от 3 октября 1994 года, номер 6. Приказ об увольнении подписан первым заместителем министра обороны Российской Федерации, генерал-плакомником Колесниковым, 25 ноября 1994 года. Не поверили члены общественного совета ни главному военному прокурору, ни журналисту. Игорь Коротченко по-прежнему руководит общественным советом. И ведь знали все, что вот будет цель, вот я заведусь. Мы найдем все эти документы, мы их нашли, да, потратили время, но нашли. Как с Куси Райт нашли пленки, я знал, что они вешали живых актеров в Ашане под потолок. Евреи повесим, гастробайтеры, гомосексуалисты. Я знал, я нашел, месяц потратил, но нашел. Вот они, эти пленки. Вот приказ по Коротченко. А у меня ощущение сегодня, что многие уже своим глазам верить не хотят. Страшно. Ведь там, где Игорь Коротченко, после ухода Михалкова подчеркиваю, сразу появились огромные деньги, огромные миллионы долларов на создание позитивного образа наших вооруженных сил. 150 миллионов рублей. Министерство обороны выделяет на пиар такой? Да. Они выделялись именно Коротченко. На создание позитивного облика вооруженных сил. Почти 6 миллионов долларов? Да. Я вот остановлюсь на некоторых структурах, которые числятся за Игорем Коротченко. В частности, журнал «Национальная оборона» и так называемый «Центр анализа мировой торговли оружием», где Коротченко числится директором. Зарегистрированы один по адресу детского садика, второй по адресу бассейна плавательного. Ведь не министр обороны его назначают при Министерстве обороны. Как говорил один политический деятель, больше света, господа. Больше света. И не надо отчаиваться. Главный военный прокурор представления пишет, незаконно присвоено звание полковника Коротченко. Не верим ответ. Вот приказ. Опять скажут «не верим». Не уставать. Не уставать и действовать все-таки на тех людей, которые пока активно не включились, а которые единственно могут реально изменить ситуацию, как мы говорим вот в этих самых низах, где царят чиновники, которые присосались к нашей замечательной стране. Да слушайте, ну в России живут такие же люди, как в Германии, во Франции, в Америке. Люди одинаковые. Что, они глупее люди? Ты знаешь, редкий чиновник, тогда я еще один пример приведу и вернемся к нашим киоскам и ларькам. Редкий чиновник, история фантастическая абсолютно, редкий чиновник позволит себе не бояться писать, мое предположение, заведомую неправду. О чем идет речь? Вот сейчас многие наши зрители, думаю, и ты, испытаешь что-то похожее на шок. В этой вашей борьбе уже сколько лет? Я занимаюсь 10 лет. 10 лет? Этой борьбой. И подписаны письма вот этим же господином Пирюдко, он главный специалист считается. И на основании его заключения, видимо, и делались официальные ответы. Этот ответ прислал в Совет Федерации, тоже в Патриархат. И вот подписан Юрий Иванович Пирюдко. Кто он этот человек, Юрий Пирюдко? С кем и почему народный артист СССР Евгений Нестеренко вел борьбу целых 10 лет? И почему эта борьба заканчивается только сейчас, когда вмешался Дмитрий Медведев в самый невероятный рассказ, мои уважаемые зрители, через несколько секунд. Не журналист, вот это очень важно понять. Не журналист, а великий русский певец Евгений Нестеренко 10 лет, Женя, 10 лет жизни доказывал всем, что прах Мусоргского и Бородина, величайших русских композиторов, сами могилы. Они не там, где надгробные памятники. То есть надгробия отдельно, а могилы в другом месте. Меня этот вопрос продолжает волновать. Действительно, перенос памятников произошел, а сам прах, которому мы поклоняемся композиторам, остался за пределами этого... И заасфальтированное... Нестеренко и наша программа, мы подключились 3 или 4 года назад к этому вопросу. Мы журналисты. Мы предполагали, что их могилы просто заасфальтированы. Мы даже говорили, это неверно, что над могилой Мусоргского, над подлинной могилой, автобусная остановка. Ты знаешь, мы России торжественно, как и полагается, с почестями, из Америки на родину переносим прах Антона Ивановича Деникина. Десять лет чиновники от искусства, да и музейные работники, утверждали, увы, прямо противоположное, что могилы и их надгробия, как и полагается, они вместе, что мы, посетители Тихвинского кладбища, которое реконструировалось в 30-е годы, когда и был осуществлен этот перенос могил, мы все, посещая кладбище, не топчем прах Мусоргского бородина ногами. Чиновники 10 лет говорили неправду. На основании ответов музейных работников неправду были вынуждены говорить высокие руководители Санкт-Петербурга. Просто вводили в заблуждение, хотя вот старые фотографии надгробия Мусоргского и бородина рядом. А вот как они выглядят сегодня. Два с половиной метра между надгробием и памятниками. Не только Евгений Евгеньевич Нестеренко, любой из нас может обратить внимание, что надгробные памятники стоят на земле, на голой земле. Подвинули их когда-то? Нет, не подвинули. Оказался перенос 5 метров, минимум. Действительно, над прахом Мусоргского сегодня проложена пешеходная тропинка. Не заасфальтированная, слава богу, но все посетители ходят по праху. Нестеренко в день открытия отреставрированного Большого театра подошел к Медведеву на приеме. Его был год, он был президентом. Все это рассказал. Президент изумился. Женя, пока президент не создал комиссию. Это просто такой случай. А другие случаи не заметили. Не заметили. А теперь вы понимаете, почему Иван Грозный колесовал чиновников на Красной площади? И вот подписан Юрий Михайлович Переутко, начальник отдела мемориальной скульптуры СПБГУ. То есть все эти годы господин Переутко и его подчиненные утверждали, что никакого переноса могил не было. А вдруг выясняется 5 метров и прах Мусоргского под дорожкой. Ну, это диапазон, потому что точно это, конечно, нельзя установить. У нас есть описание этого Тихвинского до того, как там происходили реконструкции. 1935 год. А как получилось, что надгробие отдельно, причем ведь стоит просто на земле, даже не на фундаменте, а могила в 5 метрах от надгробия? Ну, разработал специальный план, чтобы компоновать всех деятелей искусства по разным группам. То есть от Чайковского просто сделали красиво друг за другом? Да, да. Он никуда не передвигался. А вот с Бородиным и Мусоргским вот пришлось немножко сдвинуть. На кладбище всегда мало места. Немножко сдвинуть, как говорит Юрий Пирютко, 5 метров. И могила Мусоргского оказалась как раз под пешеходной дорожкой. Да, дорожка, которая перед памятником, оторванным от могилы Мусоргского и Бородина. Я имею в виду два памятника. А Бородин в кустах лежит. Александр Порфирьевич. Это, я считаю, просто вредительство. Это неуважение к культуре русской. Ну, это цветотатство. Андрей Викторович, называется немножко сдвинуть. А, большая часть занятых пешеходников. То есть люди ходят по праху Мусоргского? Ну, не только его, но и Бородина. Ну, такой шкафчик я могу представить. Когда-то вот Евгений Нестеренко мы описали. Вот я только хотел об этом сказать. Ведь все началось, вот это расследование. А это ведь не конкретно, вот что хотели, так сказать, забить Магеста Петровича. Там были бронзиозные работы, которые всех потревожили, начиная с Михаила Ивановича Глинки. А могила Глинки тоже не там, где надгробие? Первоначально не на этом месте была, где сейчас. А сколько там метров? Там действительно пришлось даже переносить прах из одной части Некрополя в другую. То есть сегодня могила и надгробие Глинки, они вместе? Да, да, да. Но не на том месте, где первоначально. Но хотя бы вместе? Да, такие бывали перетасовки. Сейчас, если заниматься вообще кощунством, разрывать эти склепы трудно сказать, насколько. А разве не кощунство, когда люди, посещающие кладбище, просто ходят по праву? Ну, это да, к сожалению, не только по ним, там уже сотни людей были похоронены на Теханском кладбище. И потом, зачем что-то разрывать, просто подогнать кран и перенести надгробие туда, где могилы, восстановить историческую справедливость? Вся планировка тогда изменится. Там я писал об этом подробно, не все равно, что с 35-го года повернули и мусоргскую Бродина лицом к дорожке, так сказать, для удобства посетителей. И от этого, конечно, невозможно было сохранить его на прежнем месте, если его развернули и расчистили дорожку. Но сейчас возвращать это, значит, вообще уже эту дорожку прокладывают по какому-то другому, там уже все связано. То есть получается, что пусть люди ходят по праху? Ну и это, очень печально. Хотя, с другой стороны, там, где у нас Александр Васильевич Суворов, хоронили именно посреди пола церкви, и, значит, естественно, по этим могилам ходили во время богослужения. Это не смущало верующих людей, потому что для верующих людей не прах важен, а молитва о бессмертном душе. Мне этих людей жалко. Но врать-то зачем? По праву великих композиторов ходят люди. Никому не пожелаешь такого после субтитров? Да. Тут, кстати, все описано. Это почерк Юрия Минавича, столь же неразборчивого, как и его объяснение. Тут даже указан сайт «Некрополь Санкт-Петербурга». Он был раньше открыт. Сейчас попробуйте его открыть, открывайте. Сайт существует, информации нет. Все-таки мой вопрос остается без ответа. Но зачем было врать столько лет? Чтобы не делать, это стоит денег. Нужно хлопотать. Но это государственные деньги, это же не их личные деньги. То, что ходили по могилам, это всегда так было, а мы это уже не изменили. А чьи могилы еще на Тихвинском кладбище находятся в расстоянии пяти или больше метров от надгробия? Практически все примерно таковы, да. Все таковы? Не все, но очень многие. Многие могилы? Все это делалось задолго до того, как они появились на свет. Благодаря Евгению Евгеньевичу Нестеренко, ему одному... И Медведеву, только одному Евбу, который единственный его услышал как надо, создал комиссию. И вот оказались такие признания. Еще раз. Высоких чиновников Питера, логика интересная, да, можно было музейщикам, так мягко скажу, мое предположение вводить в заблуждение, ничего страшного. А вот, когда Медведев мешался, ну тут же извините, грех говорит неправду. Она традиционная, это логика. Традиционно, но мы всегда это жили, всегда было замалчивание. И только благодаря таким людям, как Нестеренко, все-таки это мировая величина, и грех к этому не прислушаться. Хватит у вас сил, как вам кажется, довести это дело? Я только хочу, чтобы мне хватило жизни. Потому что за то, чтобы возвели памятник Мусоргскому на Каевском холме над его усадьбой... Сколько вы боролись? Я боролся 11 лет. При советской власти? Да. Боролся с псковскими властями. Почему так Мусоргскому не везет, как вам кажется? Такова судьба. При жизни не везет? Такова судьба. Такова судьба. И молодым умер. В Кареве, на Умове сейчас, конечно, музей находится в плачевном состоянии. Смею обратить внимание на то, что 175 лет со дня рождения Мусоргского будет. Поэтому хотелось бы дожить до этого дня и хотя бы узнать, что у Модеста Петровича и Александра Порфирича, у которого была очень несчастная жизнь тоже. Ведь мы об этом не то, что мало знаем, мало говорим. Сверидов, последний великий русский композитор, сказал, что творчество Бородина и Мусоргского – это наивысшая точка, до которой поднималась музыка в своем развитии вообще. И терпение мое не иссякнет, потому что и Бородин несчастную жизнь прожил, и могилу его, собственно, никто не знает где. Вот собака околеет, ее закопает, камень хоть положит. А они там, Бородин лежит в газоне, а Мусоргский вот здесь, на этой дорожке, песчаный. Мне кажется, музейщики научились у чиновников. В любой стране мира, если 10 лет идет дезинформация, президенту Дмитрию Медведеву, тогда он был президентом, соврать не сумели. А что с ними сейчас случилось? Они как работали на своих местах, так и продолжают работать. Президент вмешался, сейчас расследование скандал. Но если бы не вмешался Дмитрий Анатольевич Медведев лично, еще 10 лет. Вот это наша огромная беда, что пока сам главный человек в стране не вмешается, ВОЗ будет встанять и ныне там. Что делать так не может? Страна развиваться. Когда я увидел сегодняшний материал, первое, что мелькнуло в моей голове, это пока с того, как государство на каждом углу кричит о том, что нам надо поднимать средний бизнес, и оно его душит. Я бы сказал, что не государство, никто не обращает, Виктор, прости на секунду, на одну фразу. Чиновники. Не просто чиновники. Там, где префектура с чиновниками, высокий уровень, язык легко найти. Мы слышали эту фразу. А вот ниже... Я увидел некоторые страницы российского капиталистического чиновничьего маразма. Если бы 10 лет, еще раз, Евгений Евгеньевич Нестеренко за эти годы не стал моложе, и вся эта история ему здоровья не прибавила. Он ведь не за могилу своего деда ворос. Да. Если бы не он один. Андрей, я недавно был в Питере. Гениальный композитор Доргомышский лежит покрытой патиной ржавчиной какой-то там обработкой. Заброшенная в отелу Доргомышского, да? Такие вот истории. Вот так повернулся сейчас наш разговор. Ну, а сейчас, мои уважаемые зрители, самое невероятное. Вот если мы возьмем любую другую страну, не только вот с этой ситуацией. Таких примеров... То есть, Покороченко должен вмешаться, а как он не имеет права министра обороны, потому что это общественная организация при Министерстве обороны. Не он означает. Совет выбирает. Если такое случается, то люди... Мгновенно. Они мгновенно подают в отставку, чтобы, не дай бог, ничего не случилось. Святослав. У нас вы никогда этого не дождетесь. На прошлой неделе мы подготовили к эфиру сюжет о том, что некто Леонид Вальдемарович Петрашис, отсидевший в колонии по статье «Угроза убийством», баллотируется сегодня, сейчас. Официально прошел фильтр в президентский совет по правам человека. Его фотография появилась на официальном сайте совета. И биография. Последняя строка судимости нет. Погашено. Господин Петрашис, узнав о том, что я интересуюсь этой историей, в 2003 году, момент истины, много говорил господин Петрашис, и мы тогда проиграли, оказывается, ему в Волгодонский суд, о котором я ничего не знал. Мы говорили неправду. Суд так сказал. Мы говорили неправду. Но уже после этого суда господин Петрашис ушел в колонию. По статье еще раз «Угроза убийства». Как только его кандидатура прошла фильтр Михаила Федотова, многие правозащитники известные, Брод и другие, не прошли этот фильтр. А вот Петрашис спрашивает. Да, по-воду Брода вообще непонятно. Журналисты поднимают скандал, я обращаюсь к Федотову, видим, от Федотова Петрашис узнает о том, что момент истины снова им интересуется. Он пишет письма всюду. Я снимаю свою кандидатуру. Он действительно снял свою кандидатуру. Сюжет не вышел, я его остановил. Но уже страх, уже паника. То есть мы еще не сказали ничего, но уже письма, я ухожу. Паника, вот то слово, которое прозвучало. Паника, сразу. Я время от времени общаюсь с главами регионов некоторых по Российской Федерации. Вот одна из последних историй. Руководители одной из федеральных структур представляют в Москве на регион. Соответствующие структуры говорят главе региона, что, простите, у этого человека очень серьезно запятная репутация, там уголовные дела. Он непонятно как съехал с этой ситуацией. Москва молчит, представляет его второй раз. Второй раз опять протест. Потом третий раз, и потом уже без согласования за главой региона этого чиновника назначают. К нему в регион работают? Да, работают. Это деньги. Люди разводят руками, понимаете, да, но буквально через несколько месяцев... Проворовался товарищ. ...его уже в кандалах из Москвы привозят. То есть деньги решают все. Извините, а как же, вот мы же вам говорили. А кто-нибудь поинтересовался, почему по адресу и якобы центра, по изучению западного оружия и журнала находится бассейн, детский садик? Значит, никому не нужно это проверять. О, значит, деньги же можно, мое предположение, немножечко того, сумма-то огромная на создание положительного облика вооруженных сил. Ты же сам показал, что это за человек, под которого по существу выделены деньги. Еще раз Михалкову, таких денег никто не предлагал, да. А здесь, видимо, пришел человек, с которым можно играть в игры. Наши предположения. Как ты любишь говорить, предположения журналистов, мне кажется, что волшебное слово «откат» витает. Ведь Министерство обороны достаточно строгое министерство. И когда они хотят серьезно работать, они работают очень жестко, у них есть возможность все перепроверить по 10 раз, провести очень строго конкурсы, тендеры. Да, но при этом в Станице Кущевское, той самой, в Краснодарском крае, завод по ремонту танков и БМП. Новый скандал. Директор завода господин Кусов и его заместители на фирмы «Однодневки» скидывали деньги, которые поступали на ремонт танков, обналичивали и похищали, а на танки ставили детали неизвестного происхождения. Танки ездят по земле. А что может быть страшнее того, чтобы контрафатные вертолеты и самолеты? Что такое контрафатная продукция? Узлы, части, детали, которые могут еще поработать, их отправляли на ремонт. Но вместо того, чтобы поставить новые узлы, брали эти старые узлы, специально их там подкрашивали, рихтовали и возвращали назад. И вот вам вертолет вылетает на боевое задание, и он разбивается. Ну, конечно, комиссия, которая расследует факт, почему-то на второй день обязательно сообщает о человеческом факторе. Это против 99 случаев было. То есть кто-то один или двое, но никак не цепочка, никак не банда. Многие-многие годы в оборонке существовали военные приемки. Это были государственные инспекторы по качеству приемки военной продукции. Военная приемка разгромлена сейчас. И там, где работали, Государево Око, где сидело 25, 30, 100 человек, которые каждую гаечку, каждую шпольку проверяли, сейчас там осталось 2-3 человека. А потом мы спрашиваем себя, а почему Россия стала чемпионом мира по количеству спутников, лежащих на дне Тихого океана? Так вот потому, что Ивана Ивановича не стало. И ведь посмотрите, запасники, люди, которые по 30, по 40 лет проработали в этой области, они же криком кричат, что вы делаете, идет государственное преступление. У меня в Комсомолке сугроб писем уже скопился по поводу этой государственной проблемы. Контрафактные детали на танках и БМП. Кто-то мне рассказывал, что даже и в ракеты попадают контрафактные детали. Да, колеи в частности. Я думаю, что над всем этим витает волшебное слово «откак». Скажи, у негодяев паника. Вот слово постоянно сегодня звучит «паника». У негодяев паника появляется, меняется время. Я вижу, что на публикации «Московской правды» жесткие, критические стали реагировать действительно со спугом. Если мы о московских вещах пишем, то я знаю, что жесткая бывает реакция мэра или заместителя мэра. Лично мэра. То есть мы им действительно союзники. Да. Чего никогда не было. Ну не говори никогда, так было какое-то время. Нас врагами считали, клеветниками России. Я бы точнее выразился, давно уже не было. Но чиновники страх потеряли на какой-то длительный период. А сейчас он к ним потихонечку возвращается. Потому что там еще и родственники, оказывается, появляются. Генералы. Генералы, да. Там уже цепочка. То есть мама и сын – это типичная ситуация? Да, безусловно. Да. Андрей, у каждого рода войск была своя система военной приемки. Десятилетиями. Отполирована, не знаю, как скрипка погонения. Эта система работала. То есть паники мы слышали. Это слово сегодня – паника. Да. Там, где нет госприемки, там паники нет. Отмажусь – вывернусь. О, yes. Даже командиры, которые принимают сырую, недоделанную технику, они же тоже жалуются, кричат, но их никто не слышит. Почему? Потому что если будешь жаловаться, не получишь премию. И человек посылает в полет командир части летчика и крестится на свою иконку на командном столе. А сколько мы потеряли военных самолетов за последний год? Полтора. Да десятка. И самолеты, и вертолеты. Вы почитайте письма старых военпредов, которые сказал однажды, я не докрутил гайку на 5 градусов, и я лишился годовой премии. Вот что была военная приемка в те годы. Я не думаю, что этот вопрос, конечно, будет... Что сказал тебе... Не будем торопиться. Владимир Владимирович Путин, когда вот так вот, как сейчас ты на экране, ты откровенно ему в личном разговоре... Ты ему все говорил. Что он сказал? Спасибо мне. Это было на моих глазах. Вот у тебя телефон мобильный, офицер для связи, Виктор, напрямую звони. Так было? Так было. Это сказал Путин. Дал телефон. Да. Реальный работающий. Я с Песковым держу связь. Пресс-секретарь. И реально работает. И более того... Так вот реакция Владимира Владимировича Путина. Виктор, я не прав. Да. На все, в том числе и те вопросы, которые ставим мы. А реакция Медведева на обращение Нестеренко я говорил. Моментальная реакция. А реакция Белоусова министра говорил. Кто же мешает здравому смыслу? Вот на каком этапе нити обрываются, распадается связь времен? Андрей, самая большая печаль наших всех проблем государственных в том, что здравый голос народа гасится в чиновничьем болоте. Тебя можно погасить, твой голос? Безо. Покажи мне того чиновника. Нет, конкретно мне скажи. Я не могу позволить себе... Каждый день звонить. Каждый день пользоваться телефоном, напрягать администрацию президента аппарата. То есть все упирается в первое лицо? Всегда. Вот в этом и весь парадокс. Тут у нас почему-то привычка, что недоделанная дорога в каком-нибудь селе, недостроенная школа, сырой танк, почему-то все вот так устроена система, все Путин должен. Но это же неправильно. Палпред и министр. Да, теперь по развитию Дальнего Востока Ишаев. Да, Ван Чешаев. Он недавно был у президента, он к нему вошел в кабинет в 7 часов вечера, вышел в половине десятого, в приемной еще четверо сидели в приемной президента, в полдесятого вечера. Да. Недавно не рассказал Юнас Бек-Евкуров. Он попал к Путину в половине третьего ночи. Да. Он говорит, мне было неудобно, я за 7 минут уложился. Он говорит, ничего, ничего, говорите. Да. Говорите, Юнас Бек, и еще 30 минут с лишнего расспрашивал меня о том, о чем Путин. Да. Вот так работает этот человек. Я бы мог похвастаться вам и о других вещах, как отреагировал Кремль. И что касается людей, которые были уволены незаконно, они возвратились с помощью президента и заместителя министра обороны. Дальше, еще раз, тот же вопрос. Да. Звение средней, низшей чиновники не работают до каждого ларька. Ни в какой стране, а тем более в такой огромный президент, премьер-министры не дойдут. До каждой могилы не дойдут. Я считаю, что чиновничество, которое гасит, и вот эти спички, которые нельзя продавать, яблоки, оно придумало коммунизм для себя в виде вот этого извращенного российского капитализма. И то, что вы, уважаемый Андрей, сегодня рассказывали, этот крик подали мелкого, среднего бизнеса, это как все с отражением этой проблемы. АПЛОДИСМЕНТЫ